В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Профилактика и своевременная вакцинация. В нашем городе зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Секреты создания вкусных напитков. 6 февраля – Международный день бармана. Новые грани творчества. В Доме ученых открылась первая фотовыставка клуба «Артпозитив». Далее расскажем обо всем подробно. С начала февраля текущего года отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей и взрослых. По результатам лабораторных исследований в текущем эпидемическом сезоне наиболее активны вирусы гриппа А, Б, парагриппы и аденовирусы. Чтобы не допустить распространения вируса, в детских садах вводится карантин при заболевании 5 и более детей в одной группе. Учебный процесс в школах приостанавливается при отсутствии по болезни 20 и более процентов детей. К сезонной эпидемии город подготовился еще осенью. Большинство соровчан ответственно отнеслись к своему здоровью и сделали прививки от гриппа. По словам специалистов, подъема заболеваемости в городе нет уже порядка трех лет. Гриппом болеют лишь единицы. В основном те, кто не сделал прививку. Грипп есть. Грипп Б в основном, от которого прививка так не очень хорошо работает. А А просто единицы. А остальные все у нас идут респираторно-вирусные инфекции. Это в основном парагрипп, аденовирусная инфекция, респираторно-сенциальный вирус тоже поднимает голову зимой. И вот эти вот инфекции, они есть. Диагноз гриппа ставится на основании клиника эпидемиологических данных и лабораторного подтверждения. Для лечения заболевания применяются противовирусные препараты, особенно эффективны их назначения в первые сутки от начала заболевания. Но не так страшен грипп, как его осложнение, которое намного опаснее, чем сам вирус. Это в первую очередь пневмония. Пневмония может быть и гриппозная, и потом свои эти бактерии, которые у человека есть, могут они поднять голову и вызвать заболевание. Чаще всего это пневмокок. И пневмокок и пневмонии очень тяжелые, они деструктивные. Там полости в легких образуются, абсцессы в легких и так далее. Специалисты напоминают, чтобы избежать инфекции, необходимо укреплять и закалять свой организм. Нужно высыпаться, избегать перегрузок, больше находиться на свежем воздухе и правильно питаться. Не стоит забывать и о народных средствах и включить в свою рацион лук и чеснок. Это фитонциды, которые убивают и вирусы, и бактерии. Ну их просто вот на блюдечке каждый раз, вот каждое утро свеженькие, потому что они высыхают и испарений уже от них нет. Ну и это все помогает. И просто есть. И некоторые любят и дети, и взрослые чеснок. Сейчас надо усиленно их употреблять. При посещении общественных мест можно пользоваться медицинской маской. Медики обращают внимание, что любое вирусное заболевание, перенесенное на ногах, может привести к осложнениям. Поэтому необходимо при первых признаках инфекции обратиться к врачу. Пятеро соровчан стали призерами регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по математике. Она проводится ежегодно по 24 предметам. Участвует в Олимпиаде более 6 миллионов школьников со всей страны, с 5 по 11 класс. Всероссийские интеллектуальные соревнования проходят в 4 этапа. Школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Подробнее о достижениях соровчан расскажем в следующем репортаже. Олимпиадная математика требует от школьников нестандартного подхода к решению задач. Умение найти правильный и неординарный ответ – результат долгих часов подготовки и времени, потраченного на изучение точных наук. Из пяти призеров регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по математике, четверо учатся в третьем лицее. В Олимпиадной математике, наверное, самое красивое, что есть – это геометрия. Ну, все время она очень красиво и изящно решается. Мне это очень нравится, да. Екатерина Ивина учится в 11 классе. Она решила связать свою жизнь с точными науками. Тем более, что хорошие подспорья для этого уже есть. Поступить в престижный вуз ей поможет титул призера заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по физике, который ей удавалось завоевать дважды. По служному списку выпускницы добавились и достижения по математике. Когда ты побеждаешь в Олимпиадах, ты становишься более уверенным. И даже в других областях ты можешь соревноваться на высшем уровне. Это дисциплинирует. То есть, чтобы подготовиться к Олимпиаде, нужно каждый день заниматься и тренироваться. Потому что даже можно так сказать, что Олимпиады – это тот же спорт. То есть, это высокая конкуренция, постоянные тренировки, занятия. Для того, чтобы попасть на региональный этап Олимпиады, ребята проходили отбор в лицее. Затем выступали на городском уровне. И только потом получили путевку на регион. С заданиями Олимпиады Данила Смирнов справился без особого труда. Помогли ежедневные занятия и знания, приобретенные в стенах лицея. Затрагиваются абсолютно все разделы математики. То есть, на одной Олимпиаде могут быть задания и на разные области геометрии, комбинаторику, например, из конкретной Олимпиадной математики. Разные разделы алгебры, теории чисел. Уже в марте стартует заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников. И, возможно, в этом году в списках победителей и призеров будут имена саровчан. Межрегиональная благотворительная организация «Путь преодоления» предлагает безвозмездную поддержку жителям Сарова. Квалифицированную помощь могут получить люди, зависимые от наркотиков или алкоголя, а также граждане без определенного места жительства или подвергающиеся домашнему насилию. Более подробную информацию можно получить по круглосуточному телефону 8 920 928 7777. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Клиническая больница номер 50 запустила проект под названием «Донорский светофор». Теперь все желающие могут в режиме онлайн узнать, какой именно крови сейчас не хватает городским медикам. В соответствии с названием проекта, каждому типу биоматериала, в зависимости от группы и резус-фактора, может быть присвоен один из трех цветов. Зеленый, если такой крови хватает. Желтый, если запасы есть, но их не мешает пополнить. И, наконец, красный, если в городе сложилась повышенная потребность в данном типе крови. Юных саровчан приглашают принять участие в новом сезоне детского проекта «Нуклер Кидз». Отправить заявку можно до 20 февраля на электронный адрес pvproninsobacorosatom.ru. Всем желающим предстоит пройти собеседование, в ходе которого нужно будет показать свои умения в области вокала, хореографии и актерского мастерства. Дополнительные навыки и таланты только приветствуются. Более подробно о проекте «Нуклер Кидз» можно узнать на официальном сайте. Тренерский штаб сборной России по хоккею опубликовал состав национальной команды на «Универсиадо-2019», которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. В число спортсменов, которые будут защищать цвета российского флага, вошел защитник «Кокосаров» Павел Медведев. Первую встречу наша команда проведет 1 марта против сборной Словакии. Эти люди знают состав любого коктейля, а своими авторскими рецептами могут удивить даже самого искушенного посетителя. 6 февраля во всем мире профессиональный праздник отмечают бармены. И эта работа требует большой дисциплины и творчества. Какие знания и навыки необходимы настоящему бармену и как проходит его рабочий день, выясняла наша съемочная группа. Прийти на работу заранее, чтобы подготовить кофемашину, проверить молоко, сиропы и проследить, чтобы все стояло на своих местах. Бармен – работа не из легких, признается Илья Волков. Но для того, кто влюблен в свое дело, эта профессия становится стилем жизни. Илья давно мечтал освоить это мастерство и готовить эксклюзивные напитки для посетителей. Когда я только начинал здесь работать, я учился на первых курсах медколледжа. И поначалу было сложновато совмещать, потом уже намного проще. Чтобы научиться варить вкусный кофе, Илья читал познавательную литературу, смотрел ролики в интернете. На первый взгляд может показаться, что сварить напиток в кофеварке сможет каждый. Но без базовых профессиональных знаний в кофейне никуда. Даже из низкосортного кофе Илья может сделать шедевр. Все напитки основываются на эспрессо, взбивании молока. Ну и дальше уже добавление различных компонентов на любой вкус и цвет. Есть вот, например, честный очень рецепт мокро. Туда добавляется сырое яйцо, взбивается вместе с молоком, шоколадом, с корицей. И с остальными пряностями и специями уже по вкусу подбирается. Илья всегда старается приходить на работу только в хорошем настроении. По его мнению, именно от позитивного настроя зависит успех в любимом деле. Не зря среди барменов входит мнение, что лучший напиток – это тот, который приготовлен с любовью. Ты все равно даешь любому гостю, каждому посетителю часть своей, частичку души. И, возможно, это иногда бывает, выгорает из-за этого. Бармен – это же, в принципе, тот же самый психолог. Очень многие люди приходят за барную стойку, заказывают пару коктейлей. И они уже начинают рассказывать о своих проблемах, просить каких-то советов. Илья Волков способен превратить барную стойку в кофейне, в сцену, на которой разворачивается настоящее шоу. Ты устраиваешь свое представление перед посетителями, особенно если это какие-то поджигающиеся коктейли и кофейные напитки. Людям очень нравится огонь, это представление. От баристов кофейни зависит многое. Он тот, кто поможет определиться с выбором, поделится хорошим настроением и напоит кофе с незабываемым вкусом. Это не просто человек за барной стойкой, а душа кофейни. Редакция нашего канала поздравляет всех причастных с Днем Бармена и желает творческих побед, новых вкусов и оригинальных рецептов. Женский взгляд на искусство фотографии. В Доме ученых открылась первая фотовыставка участников городского клуба «Арт Позитив». Это объединение существует в Сарове чуть больше года. В его состав входят любители всех направлений искусства и те, кто готов открывать себе новые грани творчества. На выставке по разной стороны своей работы представили четыре автора. Четыре творческих человека и четыре совершенно разных взгляда на мир. Они находятся по разные стороны искусства, но объединяет их одно – любовь к фотографии. Запечатлеть яркие моменты, интересных людей, найти удачный кадр и показать свои работы зрителю. На первой фотовыставке клуба «Арт Позитив» представлено несколько десятков работ от участников объединения. Есть у каждого своя авторская философия. И это очень важно, потому что без личности, без индивидуальности в творчестве ничего получиться интересного не может. Выставку удалось собрать за неделю в экспозиции портретные снимки и пейзажи. Зрителю представлено четыре женских взгляда на человека и природу. Авторы работ занимаются самыми различными направлениями искусства, а в свободное время берут в руки фотоаппарат и отправляются за красивыми снимками. Желание через объектив увидеть этот мир не просто как художник, это им однозначно помогает, но и просто как самые обычные люди. Ника Ерошик учится в Санкт-Петербурге. На выставку она представила около 20 фотографий различных лет. Самый ранний снимок был сделан практически пять лет назад. Ника фотографирует для души и считает, что для творческого человека очень важна отдача от зрителя. Они о людях, они о человеческом восприятии прекрасного, они теплее, они о душе. Увидеть выставку фотографий от участников клуба «Арт-позитив» можно на втором этаже Дома ученых в ближайшие два месяца. Дорогие сыровчане! Дорогие друзья! Здоровье, счастье, благополучие! Хочу передать привет всем Жизни Мсарова! И вот что я вам хочу сказать. Проект, который так и называется, хочу сказать, на годах 16, продолжает свою работу и будет работать еще долго, долго и долго. А вот все почему. Потому что оказалось, что вам, друзья, и есть что нам сказать. И есть что сказать своим родным, близким, коллегам по работе, кого-то поздравить с днем рождения или даже просто передать привет. Ну а раз вам есть что сказать, мы хотим предоставить вам такую возможность, друзья, поздравить родных и близких, поздравить привет или даже на кого-нибудь пожаловаться. Все это в проекте хочу сказать. Каждый понедельник в 6 вечера и каждую пятницу в 11 утра здесь, в торговом центре «Атом» этот баннер будет ждать именно вас. Приходите, будет клево. В Дзержинске завершилось личное и командное первенство Приволжского федерального округа по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей. Наш город на соревнованиях представляли двое спортсменов. Лыжники выступали в 12 возрастных группах. По итогам первенства соровчане приехали домой с двумя золотыми и двумя серебряными медалями. Первый соревновательный день в Дзержинске для братьев Кайдаш получился удачно. В мостарте классическим стилем в своих возрастных группах и Станислав, и Вячеслав показали себя с наилучшей стороны и смогли подняться на верхнюю ступень пьедестала почета. Даже в момент, когда Вячеслав старший с братьев проходил свою дистанцию, старался наблюдать и за успехами младшего. У него задача была не отпустить нас. Первый круг он работал, потом немножко я ускорился, добавил. Но он молодец, он выдержал темп, ну и в свое возрастное он занял первое место. Вячеславу победа тоже досталась непросто. Лыжные гонки классическим стилем требуют от спортсмена изрядной выносливости и способности рассчитать свои силы. Тяжело было. Думал, легко вдастся. Первый круг ехал, самочувствие было хорошее. Второй круг, гляжу, там соперник не отстает и пришлось терпеть. Тяжело. Классический гонок далось тяжелее. В секцию лыжных гонок Станислава привел старший брат. За свою спортивную карьеру он смог заслужить звание кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам. И, как признался спортсмен, здоровая конкуренция между братьями всегда присутствовала. Всегда после соревнований мы обсуждаем с братом гонку. То есть смотрим результат. Например, не скрывая, я в детстве где-то брата обыгрывал. В последнее время я чуть, в большей степени, ему проиграю. Ну и даже, опять же, естественно, хожу на старт, стараюсь добиться, чтобы его обыграть. Любительские соревнования, на которых удачно выступили братья, это еще одна ступень в их спортивной карьере. Как пояснили спортсмены, если в этом сезоне все сложится удачно, то Станислав отправляется на всероссийское первенство среди любителей, а Вячеслава ждут международные соревнования в Норвегии. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!